Привет из Японии! С вами Наташа. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы находимся в магазине Uniqlo. Кстати, я сегодня в платье от Uniqlo. Сумка тоже Uniqlo. И даже кроссовки и носки тоже Uniqlo. Сегодня я хочу вам показать новую коллекцию Ines de la Fressange. Осень-зима 2021 года. Вельветовые пиджаки. Очень много насыщенных теплых цветов. Посмотрите, какой яркий цвет. Почему-то мне эти пиджаки очень сильно напомнили 70-80-е годы прошлого века. И даже не только пиджаки, но, наверное, вся коллекция оставила такое мнение. Но давайте по порядку. Тонкие, сравнительно легкие рубашки под пиджаки. Отличительная черта многих изделий из этой коллекции, что пуговицы обшиты таким же материалом, как сама вещь. Очень много клетки. Посмотрите, это уже не очень хорошо видно на видео, но это тоже клетка. Посмотрите, какие яркие, насыщенные цвета. Желтый. Такие же брюки к пиджаку. Вот я решила примерить брюки винного цвета. Ну, как примерить? Просто прикинуть на себя. Довольно-таки хорошая длина. Они широкие, прямые. Вот эти брюки тонкие, обычные, не очень теплые, тоже прямые. Прямая модель. Блузки. Это шелк. Вот я показываю, какие цвета есть. Четыре расцветки здесь. Тоже довольно-таки непривычные на японский вкус. В коллекции наряду с обычными цветами присутствует несколько вот таких ярких, свежих, я бы сказала, оттенков. Так, вот я показываю. Опять же на рубашке обшитые пуговицы таким же материалом. И здесь тоже. Так, переходим к костюмам. Это жилеты от костюмов. Все довольно-таки из плотных материалов, очень теплые. Я хочу сказать, что у нас сейчас за бортом 33 градуса, поэтому как-то, ну, еще странновато примерять вот такую одежду. Но осень уже не за горами. Пиджаки, брюки, все обычное, классическое. Я бы не сказала, что что-то такое новое здесь, новые веяния. Все довольно-таки обычное и очень стойкое ощущение именно 70-х, 80-х годов прошлого века. Вот этот мне костюм понравился. Конечно, для Японии он довольно-таки жаркий. Если только, ну, зимой ходить на улице где-то. Джемперы. У меня такое стойкое ощущение, что у меня уже такой был давным-давно. Я думаю, сейчас видно. И вот кардиган тоже из такой же ткани. Они переливаются. Они с люрексом. Вот такой цвет красивый мне понравился. Темно-синий. Мне вообще в последнее время нравится темно-синий цвет. Ну и вот такие джемпера обычные. В принципе, что-то было подобное в весенней коллекции. Только сейчас более спокойные, более темные цвета. Пальто. Опять же, все в теплых тонах. Двубортное. И вот такой цвет. Тоже интересный цвет. Коричневый. Более такой близко. Красновато-коричневый. Даже не знаю, как правильно его назвать. Ну и, конечно, черный. Обычный классический цвет. Обязательно присутствует. Вот я показываю. Ткань довольно тонкая, мягкая. Вот на эти платья я тоже обратила внимание. Цвет темно-синий. И вот такой бежевый. Чуть-чуть ближе к серому. Очень интересный цвет. Удобный воротник. Стоечка. Но я примерять не стала. Не знаю, как насчет красоты. Но мне кажется, очень удобная. Похожие модели. Тканик. Цветочек. Я заметила, кстати, что японки любят вот такие расцветки. Очень многие девушки охотно покупают. Вот показываю все цвета, которые есть. Примерять я не стала. Вот мне кофта понравилась. И пончо. Пончо я потом буду примерять. Покажу вам. Вот, кстати, красивый джемпер. Ну, вроде обычный совсем. И снизу просто красная отделка. Смотрится очень элегантно. В принципе, подойдет под всю одежду. Вот тоже. Опять же, яркие расцветки. Посмотрим, будут носить это в Японии или нет. Здесь привычно к более простым, к более спокойным цветам. Шляпы и сумки. Сумки двух цветов. Ремни. Тонкие и пошире. Вот этот мне цвет понравился. Такой глубокий, винный, очень красивый. Платки. Просто показываю, какие есть расцветки. Я платки не ношу. Решила просто показать вам, что есть. Платье. Это то, что мне понравилось еще в онлайн коллекции. На то, что я посмотрела. И потом, конечно, я попробую примерить. Вот сзади, посмотрите, она немножечко сделана резинка, чтобы было приталенное. Вот я показываю, какие цвета есть. Сразу забегаю вперед, что я темно-синее возьму, потом примерить и покажу, как оно смотрится на мне. Трэнч. 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 Ну, обычный, классический. Вот у него подкладка такая, которую можно будет отстегнуть. Они мне показались какие-то мешковатые, большие. Я примерила размер М. Он мне немного коротковат. Тем более, у меня сейчас платье еще длинное. Ну, по рукавам видно, что короткие. И вот, сейчас я уже примеряю на себе размер L. Но он какой-то широкий. Мне, честно говоря, не очень понравилось, как он смотрится. Вот так сшит хорошо, добротный, такая обычная классическая вещь. Стеганые пальто. Два цвета. Черный я сразу убрала, потому что он мне показался каким-то уж очень простым. А вот такой бежевый рассмотрела. Без подкладки, просто обычное легкое пальто. Опять же, классическое пальто. Двубортная застежка. Сзади шлица. В принципе, ничего нового. Просто показываю, какие цвета есть. Я не очень большой любитель клетки. Мне понравился самый простой вариант. Без рисунка вот этот. Так, и пиджаки. Бордовый цвет и темно-синий. Сейчас я показываю пиджаки. Они довольно-таки тонкие. К ним в комплекте есть брюки с манжетами, немного зауженные к низу. Ну, тоже обычная классическая модель. Нормальная длина. Это я просто сейчас брала немножко маленький размер на меня. А так, я думаю, длина должна быть до обуви. И вот эти уже потеплее опять пиджаки и брюки к ним. Очень интересный цвет. Такой горчичный с сероватым отливом. Я даже не знаю, как правильно его назвать. Мне понравился. Тоже обычные классические костюмы. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Мне показалось, что это фланель. Я с удивлением прочитала на ярлыке, что это хлопок. Она такая тепленькая, кажется прям мягкая, уютная. И вот еще показываю, какие есть цвета. Вот эти уже более-менее привычные для меня блузки. Белая и бежевая. Просто показываю еще несколько рубашек, которые есть. Честно говоря, они меня совсем не впечатлили. То есть, ну это не в моем вкусе. Вот эта блузка интересная. Что-то наподобие я покупала белого цвета в весенней коллекции. И сейчас в осенней уже просто другая расцветка. Так, ну белая блузка, белые блузки и рубашки. Это вообще моя любовь. Я не могу пройти мимо. Еще вот такие есть тоже. Серый интересный очень оттенок. Темно-серый, светло-серый. Так, это опять же шелковые блузки. Опять привет из 70-х. И юбки расклешенные. Тоже цветочек. Плечатые юбки. Опять забегая вперед, я взяла примерить вот такую юбку. Она мне очень понравилась. И еще несколько блузок из коллекции. Модели похожи и просто разные расцветки. Вот эти рубашки удлиненные мне очень понравились. Спереди сделана как манишка, немножечко из другого материала. Рубашка удлиненная. И расстегивается впереди полностью, что очень удобно. И шарфы. Шарфы тоже все теплых оттенков. Красно-коричневая гамма. Береты и шляпки. Береты я не носила уже 20 с лишним лет. Конечно, не удержалась, чтобы не примерить. И шляпы тоже. Шляпы я не ношу. Но в магазине не могу удержаться. Я взяла несколько вещей в примерочную посмотреть. Вот эта удлиненная рубашка мне очень понравилась. Правда, я подобрала под нее неудачно джинсы. Я думаю, что лучше она будет смотреться с прямыми брюками. Ну и вот с такой юбкой тоже неплохо смотрится. Юбка мне очень понравилась. Я подумала, но решила пока не покупать. Так как у меня на осень много вещей. Ну и честно говоря, еще у нас очень-очень жарко. Поэтому не хочется покупать ничего теплого. Вот я примерила с джемпером из этой же коллекции. Он темно-синий. Сейчас смотрится на видео как черный. И не очень такое сочетание. Но когда вблизи смотришь темно-синий цвет, в принципе, смотрится неплохо. Джемпер, если вы запомнили, с люрексом переливается. Вот такой не сильно блескучий. Так, в самый раз. А еще мне понравилась пончо. Очень удобная вещь. Теплая и легкая. Ну, конечно, с детьми, наверное, не очень практично. А так, на работу, в офис самое то. В него можно завернуться, как в пледик. Вообще так тепло и уютно. Вот можно сумку. Вот так под него сумку будет не видно. Платье. Платье мне понравилось на вешалке. Но что-то не совсем понравилось, как оно смотрится на мне. Но, в принципе, оно удобное. Расклешенное. Посмотрите, легкое движение сковывает. Единственное, мне коротковатые рукава. Это размер L, который я обычно ношу здесь, в Японии. Ну, я люблю, чтобы рукава были подлиннее. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами была Наташа. Пока-пока.